Прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии. На встрече присутствовал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. Наряду с представителями администрации он ответил на вопросы жителей. Подробности далее. Благоустройство парка, лесная пушка, загрязнение окружающей среды с точными водами и проблемы, связанные с раздельным сбором отходов. За круглым столом прозвучали самые актуальные вопросы, связанные с экологией. Заседание проходит в режиме диалога между жителями и представителями власти. Не хватает бункеров. В результате, в 2020 году осенью мы замечательно поработали. Люди привыкли бросать растительные отходы. Мы их приучили. Вы знаете, это очень большая была работа. Вы представляете, до каждого донести, куда нужно бросать растительные отходы. Мы дежурили у этих бункеров, чтобы бросали только растительные отходы, ни одной бумажки, чтобы там не было. Если бы нам дали дробилки, если бы мы эти ветки передробили, объем был бы намного меньше в этих бункерах. По практике у нас есть муниципальное учреждение, которое обслуживает наши все контейнеры, площадки, объединенный комбинат благоустройства. И то же самое, если вдруг идет перекопление, ну, то есть скопление этих веток, да, и корневая система, они все это вывозят на базу через дробилку, прогоняют и отправляют рекоператору. Если рекоператор запирает, если не такое большое количество, это уже рекоператор. Еще один вопрос коснулся состояния береговой линии реки Пехорка. По словам жителей, водоем нуждается в очистке. Пехорка, она отнесена к объектам федерального надзора. То есть это под надзорностью Росприрод, надзора по московской и смоленской областям. Родоохранная зона у Пехорки составляет 200 метров, а прибережная защита полоса 20-метровая зона. Давайте установим те места, которые необходимо в рамках работы муниципалитета почистить, сделаем совместную работу. Подобные встречи проходит регулярно. Рабочая группа по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Люберцы была создана Министерством экологии и природопользования Московской области три года назад. Кроме представителей правительства Подмосковья, в нее входят сотрудники различных ведомств, активисты общественных организаций и бизнес-сообществ. Луиза Айгия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.